Привет, друзья! С вами, как всегда, я, Наталья Качанова-Роудс, и мы находимся с вами в солнечном Техасе. Я сегодня приехала в гости к своей подруге Коламбу Светлане, и Светлана привела меня к своей другой подруге. Мы находимся с вами в небольшом городке, который называется Шеридан. Это между Хьюстоном и Остином. Сегодня чудесный субботний день. Здесь мы находимся на территории Water Park. Очень красивое место. Конечно, сейчас уже в парке никто не купается, потому что у нас похолодало. Вы видите, мы непривычно для себя теплая одежда. Нет футболок и шорты, но есть теплые кофты, что для нас уже это достаточно холодная, непривычная кофта и теплые джинсы. Ну, а я с удовольствием вам представлю свою гостью. Зовут ее Ирина. И мы, конечно, сегодня с вами попытаем Ирину о ее судьбе. Каким образом получилось так, что Ира живет в этом прекрасном месте в Техасе, как она попала в Америку. Ну, давайте задавать вопросы. Ира обязалась отвечать на все честно. Правду, только правду, ничего кроме правды. Наши люди. Ирочка, расскажи, как давно ты живешь уже в Америке? С 2018 года, сентября. С сентября 2018 года. Это практически уже два года. То есть ты такой, с одной стороны, уже вроде бы и старожил, но с другой стороны, еще у тебя глаз не замылился. Я думаю, что еще пока есть такие яркие впечатления от жизни в Америке. Ну, конечно. А как ты попала в Америку? Через мужа. Я вышла замуж за гражданина Америки. Он американец. Чудик Ломыча. Чудик Ломыча. Он американец. Познакомились в интернете. Приехал, женился и привез. Правильно я понимаю, что вы познакомились на сайте знакомств? Да, но дело в том, что в силу того, что я очень давно поняла, что люди, находящиеся по ту сторону картона, ближе к как-то душой, уровням и понятиям, я их именно искала. Я зарегистрирована была на нескольких сайтах, поэтому на каком конкретно сайте я его нашла, я не помню. Потому что я хотела задать этот вопрос. Может быть, это волшебный сайт, на котором другие девочки смогут найти? Да, нет. Какого-то ты работала на сайтах? Сколько времени у тебя вообще занял вот этот процесс поиска? Больше 10 лет. Спасибо тебе. Девочки, у тех, у кого уже есть 5-7 лет, 10 лет за плечами, вот вам живой пример. Не отчаиваемся, продолжаем работать, и судьба 100% вам улыбнется. Смотри, вот 10 лет на сайтах знакомств. Извините, пожалуйста, только, девочки, будьте осторожны, потому что очень много аферистов попадается через меня. Прошло очень много аферистов. Расскажи историю. Они называются любовные аферисты. А, ну, эти товарищи много. Любовные аферисты, которые, нет, тоже иностранцы, которые тоже представляются очень богатыми, хорошими, жениться именно с целью серьезных отношений. Но самый критический момент почему-то у них то воруют деньги в аэропорту, то они не доезжают, то они не долетают, и просят им помочь финансово. Ну, девчонки, вы знаете, что у меня очень много интервью на эту тему по поводу аферистов на сайтах знакомств. Мы сейчас о них не будем говорить, потому что мы будем говорить о хорошем. Обязательно. О том, что, ну, понятно, имеешь голову на плечах, и ты правильно ставишь, видишь, с каким ты человеком общаешься. Я понимаю, все. Ну, одним словом, спустя 10 лет ты познакомилась с мужчиной, который в итоге стал твоим мужем. Вот когда ты познакомилась со своим мужчиной, кстати, как его зовут твоего мужа? Его зовут Фред. Фред. Ант. Фред. Ант. Ант. Фамилия Ант. Да. Итак, познакомилась ты с Фредом. Было ли у тебя какое-то предчувствие, или вот как-то тебе интуиция сказала, вот он, наконец-то, ура! Нет, я это было вообще, честно говоря, это немножко очень романтично все произошло, и неожиданно, как снег на голову. Откровенно говоря, ну, бывает сейчас, у каждого из нас бывают периоды депрессии, какой-то, да, такой легкой депрессии. Я находилась в такой легкой депрессии. И вот я на почту, электронную почту получаю извещение с того сайта, что с вами хотят познакомиться двое. Опять где-то внутри, в глубине души усмехнулась, я подумала, да, понятно. Вот, решила все-таки проверить. Один был гораздо младше меня, намного младше меня он был, я не заинтересовалась, скажем так, а второй вот по возрасту больше, то я зашла. А от этого сайта обычно, если нажать там внизу написать Press Hello, идет автоматическое письмо от сайта. Это шаблонное идет письмо. Но если вы отвечаете на это письмо, потом уже идет живая переписка. Так вот, видимо, он отправил мне это электронное письмо, но я ответила, что типа я не против. Дальше идет ответственный. Я не задержал долго ждать. Не заставил долго ждать. Вот. Мой скайп, адрес скайпа, найдите меня, пожалуйста, в скайпе. Ну, я думаю, что я буду искать, там таких будет много. Вот. Я сказала, я вас искать не буду, если хотите, пожалуйста, вы меня найдите. Правда, находясь в очень глубоком, ну, такой депрессивном состоянии, я не захотела показывать себя по камере вот эти, но он показывал, я его увидела. Вот. А второй раз, когда он мне перезвонил, я уже решила, думаю, если понравилось. И так понравилось. И он сказал, я еду в конце месяца в Грузию. Я подумала, ну, Грузия у нас многонациональная, гостеприимная страна, пожалуйста, приезжайте. А думала, человек едет в отпуск. Но когда приехал, он оказалось так, что он приехал жениться, он приехал со всеми документами. Ира родом из Грузии. А с какого города? Тбилиси. Ой, я обожаю Грузию. У меня в жизни было, ну, я много работала для миссии ОБСЕ, был проект большой, я много работала в Тбилиси, в Горе, и у меня в Поти была, проводила тренинги, у меня стало это в этой стране самое-самое-самое-самое лучезарное воспоминание, поэтому для меня Тбилиси – это город такой, вообще широчайшей души, гостеприимство. Я могу о гостеприимстве грузина вообще рассказывать очень долго. Хорошо, вот смотри. Не скромно, но такие. Да, ну правда, правда. Ну, все нации очень гостеприимные, но вот для меня Грузия очень гостеприимная страна. Ир, а у вас есть родница в возрасте с мужем? Или вы ровесники? Да, около 10 лет. Он старше? Муж старше. А вот приехал мужчина, с которым мы фактически знакомы были месяц, правильно? Нет, мы даже месяц знакомы не были. И вот он приехал. Мы видели, он меня увидел один раз по скайпу, потом он перезвонил и сказал, что он взял уже билеты на Грузию. Это вообще какая-то уникальная история. Но я вам реально говорю, дело в том, что я, девочки, которые будут меня слушать, реально, я настолько часто и много сталкивалась с этими, мы не будем глубоко затрагивать эту тему с этими аферистами, что я не поверила, что это реально. Я подумала, ну, человек едет просто в Грузию отдохнуть, как турист. Но он мне прислал, значит, еще гостиницу, которую он забронировал, адрес гостиницы, для проверки ради любопытства ради. Я позвонила в эту гостиницу. Я выяснила, что реально забронировано, что деньги перечислены на неделю. Но, когда он приехал, в гостинице не оказалось места. То есть, вернее, как, с двух часов дня освобождалась гостиница, он прилетел ночью, а ночью прибыв в гостиницу, места не было. Ну, я тогда сказала, мне странно в гостинице передать такси с домом. Трубку, водитель в такси, чтобы его привезли ко мне домой. В коридоре находиться после столь долгой дороги. Ну, и вот он ко мне приехал. Он приехал. Я ему предоставила одну полностью комнату. Благо, у меня условия там позволяют. Я сказала, вот как гостиница, это ваша комната. Он меня схватил за руку, когда ему пили кофе, побежал, начал поставить документы, показывать все свои документы. Разводные, паспорт. Ира, ну, это прям какая-то, понимаешь, прямо история Золушки, можно так сказать. Приехал, два раза увидел в скайпе, приехал с документами жениться. А когда, вот, увидела его в реальной жизни? Вот какая была мысль? Когда, вот, первый раз увидела, вот, мужчину? Мысль была. Да. Ничего. Ничего тогда. Дело в том, что я к чему это сейчас сказала? Реально, я, конечно, ему попросила это все уложить на место, и мы прошли дальше поговорить. Я сказала, вы понимаете, я говорю, что я вас вижу всего в жизни, в первый раз, я не рискну так. Он сказал, окей, я не молодой человек, вы тоже не девочка. Школьница. Какой он, понимаешь ли, комплимент. Вот. Ну, будем мы сейчас общаться с вами 10 лет по скайпу. Ну, и к чему мы придем? Ну, давайте поженимся и будем уже притираться. Ну, какой отважный, какой отважный Фред. Он мне нравится. Но самое интересное, что на тот момент я еще была и не прозвительна. С первым, от первого брака. Ну, сейчас это я тоже не хочу вдаваться глубоко. Все знают о проблемах между Грузией и Россией. Мы бывшим еще ехали в Россию. И развод сделать... Было сложно. Технически был сложный развод. В связи с этими событиями, что связи между Грузией и Россией нет. Вот. И когда он мне сказал, я, окей, я говорю, в принципе, по логике вы правы, но у меня еще нет развода. Немного растерявшись, сказала на сайте. Я говорю, на сайте не было. Написано, что я в разводе. На сайте было написано, что я одинока. Он сказал, ну, это проблематично. Но потом нам пришлось все-таки заняться разводом. Он ехал и вернулся через два месяца уже после того, как я получила развод. И мы официально поженились с Грузией. Ну, чудесная история, Ир. Ну, правда, вот мне очень... Я очень люблю такие истории, девочки. Знаете, потому что они показывают, вот, что происходит в реальной жизни. Если мужчина заинтересован в женщине, он будет ждать там все ее документы, разводы, неразводы. То есть это то, как действует мужчина, когда он действительно хочет делать дальнейшие шаги. Ну, Ира, вышла замуж замечательно, отгремели свадебные колокола, приехала в Америку. Какое было впечатление, вот первое, мне всегда интересно, вот у девочек спрашивать, вот твое первое впечатление, вот через какой аэропорт ты приехала? Через Юстер? Через Юстер, через Буша. Через Буша, да? Вот прилетела. Какой-то был сезон, ты не помнишь? Ну, конечно, я помню, это сентябрь был. Ну, у нас в сентябре хорошая погода, это еще тепло, но, можно сказать, еще жарко. Как тебе понравилась жара наша техасская? Честно говоря, не понравилась. Но потом как-то привыкаешь, адаптируешься. Вот, но, конечно, ощущение было такое, что я не очень василен. Вот вы сейчас сказали, да, и я... Вы думаете, мне так легко это было пережить, вот это... пра... прочее, прочее. Я не верила в это. Я не верила, что это происходит со мной. И пока... Дело в том, что очень долго шел процесс петиции, получения визы. Ты приезжала по визе невесты? Или визе жены? Визе жены. Вот. Долгый, очень был процесс, пока у меня было собеседование в посольстве. И пока вот это все происходило, я все думала, что это все неправда, это все не со мной. Невозможно бы так. Ну, во-первых, начнем с того, что почему-то с молодости, где-то с 25 лет, я мечтала об Америке. Я не знаю, почему именно об Америке. И неважно, были многие страны, но почему-то именно Америку. Я не знаю, почему. И вот когда это осуществилось, я подумала, это не может быть со мной, но это оказалось так. Естественно, первое впечатление, когда я сюда приехала, это было, вау, я в Америке. Я здесь. Потом у меня здесь появился, первый приезд, правда мой. Да, нужно сказать, что в связи с тем, что не получилось, мне вместе с сыном сюда приехать, у меня сын остался там, в Грузии, немножко тяжело мне. Вот, мне приходится периодически туда ездить, в Грузию. Поэтому, чтобы сказать, стабильно, я здесь два года безвыездно, нет, если сложить все мое пребывание в Америке, где-то ему 8-9 месяцев. Ну, да. И вот мой первый приезд, я приехала ненадолго, я приехала именно получить условную брин-карту, вот, два месяца, я еле пережила эти два месяца, я не могла, хотя я была счастлива, но меня тянуло больше туда. Второй раз, я когда приехала, я подумала, да, господи, сын большой, ничего, все нормально, расслабься. И у меня как-то получилось, что я начала здесь завозить друзей. И создала очень неплохую американскую компанию. Вот, мы достаточно часто встречались, мы достаточно хорошо проводили время, было очень весело, здорово, и как-то мне это помогало отключиться от моего... Ира, расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, создала компанию, расскажи немножко о себе, свой бэкграунд. Можете тебе задать вопрос о возрасте? Да. Вышла замуж, сколько тебе было? Мне было... 52. Ну, где-то так. Нет, я когда вышла замуж, мне было 50. 50. Ну да, это пока замуж, вышла пока документы, пока жила петицию, ну и муж, соответственно, старше на 10 лет. Девочки, вот еще раз, постоянно говорю о том, неважно, сколько вам лет, вот вера в себя, работаем в процессе, в поиске, и всегда это все, наладится. Вот смотри, ты приехала сюда, я так понимаю, это не просто села в доме и сидишь закрыто в четырех стенах, где ты искала друзей, как ты вот говоришь, я нашла себе друзей, создала вокруг себя вот такую какую-то компанию, и как ты искала друзей, потому что я знаю, что это большая проблема для многих женщин, которые приезжают, а я знаю, что у тебя хорошо с английским языком, а у девочек, у кого не очень хорошо, ну, неважно, с любым иностранным языком, обычно вот этот вопрос социализации, он сложный, да, потому что не можешь выразиться, не можешь как-то о чем-то поговорить с соседями, вот как у тебя прошел процесс социализации, и каким образом ты искала себе друзей? Ну, начнем с того, что я заперта, мне некуда ходить, я выхода как такового далеко, у меня никуда нет, но как-то получилось так, что рядом находящийся дом с соседкой мы немного пообщались, вот, ходить к соседям с пирожными я не стала, немножко скомплекснула, честно говоря, постеснялась я ходить к соседям, вот стучаться и говорить, знаете, я ваша новая соседка, здравствуйте, хотя, возможно, у меня была такая идея пойти к соседям, взять пирожные, зайти, сказать, очень приятно, я ваша новая соседка, но что-то меня остановило, ну, буквально два раза пообщавшись, потом она пригласила нас один раз на день рождения, потом дочки, потом, значит, еще было какое-то мероприятие, а потом уже через соседку, друзья, друзья, ее родители, друзей, друзья, и вот как-то так стали мы, ну, начнем с того, потому что я сама коммуникальный человек, я люблю, я люблю общаться, я люблю, меня тянет к общению, я легкая очень, ну, я, например, так просто считаю, конечно, пускай друзья за меня сами говорят, это немножко нескромно, самой за себя говорить, но вообще, когда люди, у меня, например, есть подруга, которая уехала в Москву и говорила, что мне так здесь скучно, мне не с кем пойти в театр, мне не с кем пойти в Третьяковку, меня это удивляло, люди, вы приезжаете в другой город, в другую страну, есть выходы на людей, всегда, везде есть выходы, это же не совсем необитаемый остров, правильно? Ну, конечно, я всегда знала, как аукнется, так как тетнется, то есть, начали с первого контакта, через соседей, правильно я понимаю? Потому что я всегда говорю, что есть церковь, есть комьюнити, у них очень, сетихол, особенно в маленьких городах, тут очень много это развито, потому что у них это, как своего рода, такой центр общения, как у тебя это было? Потому что я понимаю, что Шридан, это не самый большой город в Техасе, и здесь не так много населения, поэтому я думаю, ну, более-менее люди друг друга знают. Нет, нет, он не очень большой, конечно, но люди все друг друга, конечно, не знают, и, честно говоря, вот именно тот, я не говорю, что это огромный круг друзей у меня, но тем не менее, тот круг друзей американцев, который я создала, то есть, создался, я не это, он как-то сам по себе пошло, понимаете, вот люди чувствуют, что я предрасположена, и тянутся. То есть, язык тебе помог социализироваться, правильно? Да, хотя я очень все равно комплексовалась, говорить здесь, потому что мое изучение языка было бы британское, а не американское. Да, я согласен, это разное, да, это есть большая разница, встречает, когда-то, кстати, наш интересно, что мы смотрим много, ну, мы все смотрим иногда телевид, но мы не телевизор смотрим на YouTube, какие-то фильмы, и, кстати, вот, когда ты уже говоришь на американском английском, замечаю, американский английский, я очень уже на слух чувствую разницу в языке, когда английский, английский, бритиш, и австралийский, английский, это тоже совершенно разный язык, и вот когда уже ухо твое научилась слушать, ну, понятно, наш русский, английский, это вообще отдельная песня, это отдельный английский, но вот этот акцент и есть. Вот смотри, сейчас вот тебе 54, да, планируешь ли ты работать, как ты ведешь свою вот жизнь дальше, да, вот, понятно, я все, когда меня спрашивают, ты кто, я говорю, я счастливая жена, я работаю счастливой женой, а как вот ты себе ведешь, потому что кто-то говорит, я уже не хочу работать, я хочу там чем-то заниматься, да, кто-то говорит, нет, я приехала, я хочу работать, потому что, ну, там, по каким-то причинам, неважно по каким-то, ну, как ты свою жизнь ведешь? Я свою жизнь вижу так, что я обязательно хочу работать, обязательно, вот только в какой сфере, пока мне начать работать, я не знаю, вот, что касается моего мужа, он мне сказал, он не нужно работать, но он меня неплохо обеспечивает, в доме все есть, ну, в смысле, я ни в чем не нуждаюсь. Вот, ну, может, другая женщина бы и сказала, а зачем? Но я в себе вижу какой-то потенциал энергии, который я хочу все-таки потратить на нужное себе и людям дело. Я хочу работать, но пока я еще не определилась, в какой отрасли, в какой области и как работать. Но в Шеридоне найти работу, конечно, невозможно, но здесь нет работы, поэтому мне нужно будет искать работу где-нибудь в ближайших городах. Но для этого мне нужно пока получить правду, постоянную. А почему у тебя нет правду сейчас? Я не успела стоять перед отъездом. Это только просто вопрос времени? Да, 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 конечно. То есть временные у меня уже есть. А, то есть нужно... Я не могу ездить без кого-то, находящегося машину. А, вот тогда, окей, да, тебе надо пройти просто задать... Нет, драйвинг-тест надо пройти, и все. Какие у нас тут сложности? Нет, сложности нет. Хотя здесь, кстати, в Америке, я помню, когда я сдавала на права, и мой муж говорил, я тебя только прошу, только не договаривайся, как ты привыкла в Украине. Если ты не сдашь тест, не нужно ничего говорить инструктору, не нужно ни о чем... Вот просто выходи, тебе скажут, ты сдала или не сдала, вот выходи из машины, и все. И я помню... Извините, я вспомнила историю, просто она достаточно забавная. Когда я сдавала на права, у меня был инструктор черный. Мужчина где-то, ну, может, моего возраста, может, чуть моложе. И я была, конечно, сосредоточена, там, держалась за руль, все, старалась следовать его командам. И, конечно, допустила ошибку, и когда мы приехали, уже подъехали к месту, где уже, там, ну, я должна выгрузить этого товарища и идти себе дальше, тест драйвинг-тест я сдавала на своей машине, и он мне говорит, ну, а он там что-то отмечает в такой анкете, и он мне говорит, вы не сдали тест. Но я подумала, ну, как же я могу такое сделать, что я еще не хочу второй раз приезжать. И я такую девочку включила, я говорю, ой, ну, как же, я не сдала тест, му-му-му-сю-сю-сю. Одним словом, через 40 минут сиденья в машине, хлопание глазами, улыбок и прочее, он говорит, ну, ладно, вы тест сдали, никому не говорите, как вы его сдали. Хотя мы сидели, я ему рассказала, как я вышла замуж, что я там такая чудесная жена, никуда ездить не буду, только в магазин в Майклс 5 минут от дома, то есть нарушать ничего не буду, клянусь мамой, ну, в общем, мы с ним похохотали, посмеялись, поговорили о том, как хорошо быть в любви, а мой муж вокруг бегает, знаешь, он же видит, что мы сидим в машине, а он не подходит, и бегает, бегает, круги наворачивает, а мне смешно. Вообще, короче, когда ушел этот инструктор, Брайан подлетает, что случилось, почему бы он не выходил из машины 40 минут? Я говорю, я тест сдала, ура, ура, поэтому, Ира, все возможно. То же самое, я сказала своему мужу, парковка, пока у меня все получается, кроме этого, через раз она получается, я сказала, я буду слезно плакать и просить второй шанс, потому что вот один раз получается, второй раз не получается. Он говорит, они не будут тебя слушать, я говорю, ты не знаешь, как я умею убеждать тебя. Вот правда, нужно пользоваться своими коммуникационными навыками, и это все делать. Ир, вот как ты себе смотри, вот ты здесь уже живешь, ну, ты официально два года замужем, и за те четыре года замужем, но фактически как бы вы вместе проживаете вот тут 9 месяцев. Вот ты говорила, что у вас такой уникальный брак. Вы начали узнавать друг друга уже, будучи супругами, не до замужества, а фактически уже создав семью. Вот ты приехала человек одной культуры, вот он человек продукт другой культуры, и у вас фактически началось узнавание, когда вы начали жить вместе. Вот твои впечатления, если мы говорим, у тебя был бы русский муж, первый брак, да? Вот твои впечатления о твоем американском мужа. Вот что тебя, например, удивило в хорошем смысле этого слова, да? Вот я имею в виду взаимоотношения. Что, возможно, было для тебя совершенно, ну, как-то, ну, ново, непонятно, непривычно? Вы твои впечатления? Конечно, есть разница в менталитете, есть разница во многих вопросах, есть разница. Вот потому люди и притираются, вот. Но, что мне больше всего понравилось, это отношения к женщине. То есть я почувствовала, что, ну, вам, как бы вам объяснить, я всегда этого хотела, я всегда к этому стремилась. Но последнее время почему-то, почему я именно хотела выйти замуж за американца? Потому что в окружении моем не было такого отношения ко мне, которое я хотела. Вот. Ну, как сказать, внимательные, чуткие. Нет, есть, конечно, я же не могу сказать, что абсолютно у нас все гладко, прямо как в сказке. Бывают, конечно, стычки, бывают проблемы семейные. Да, это у всех бывают люди, у кого нету. У всех людей есть проблемы. Это и у молодых бывает, это и у пожилых бывает. Это же разные люди. Люди живут 50 лет вместе, и все равно какие-то бывают стычки. Но они не жизненно проблемные. Они не жизненно опасные. Конечно. Эти острые углы можно обойти, можно срезать, как-то можно перемолчать, где-то можно сказать. Не сажать на голову, но в то же время и не наглить. Вот как-то вот надо уметь лавировать ситуацию. Но, честно говоря, я скажу вам, что в силу своего характера, а характер у меня... Ой-ой-ой. Первый раз, когда я приехала сюда, нам обоим было немножко сложновато. У меня характер очень классный. Я привыкла все держать под своим контролем. Все должны меня слушаться. Человек тоже привык жить один и тоже привык быть, чтобы было все под его контролем. И тут сошлись две молнии. Вот. Потом, значит, мы немножечко сели и подумали. Так, ситуация такая. Надо как-то теперь не вот так, а вот находить компромиссы. Моментами я уступаю. Моментами я уступаю. Ну, очень хорошее слово «уступать», да? Потому что мы, ну, девочки такие... Да, не подчиняться, уступать. Не продавливать свои какие-то мысли, свои желания. Да. Вот в правильном моменте уступить, а потом выиграть больше, да? Притираться. Вот такой момент, который касательно денег. Вот скажи, просто так как ты сейчас не работаешь, а мы знаем, что Америка – это страна, где женщины очень независимые. Много женщин работают самостоятельно и порой в семьях зарабатывают намного больше, чем их мужья, партнеры. И здесь женщины, ну, достаточно, ну, могут, опять же, плюс теории феминизма, гендерного равенства. Они здесь очень нашли, в Америке пустили такие корни движения суфражисток, оно такое яркое, явное. То есть здесь женщины ценят свою личность. Вот, ну, и отсюда вопрос касательно денег. Ты сейчас сама не работаешь, сама не зарабатываешь. Каким образом в твоей семье вот сейчас происходит финансовое распределение? Как ты можешь пользоваться деньгами, которые зарабатывает твой муж? Насколько для тебя это критично, некритично, сложно, несложно? Каким образом происходит финансовое распределение? Нет, сложно, конечно, я не буду спорить, это сложно. У меня нет, я не могу распоряжать мужа финансами. Но при желании, если у меня есть какие-то желания, он никогда мне не отказывает ни на личных деньгах, ни, допустим, на карту перечислить деньги. Вот, нет у меня этих проблем. То есть, а по большому счету, ну, вот так вот, вот, захочу я с подробами встретиться, нужно мне куда-то пойти, где-то я хочу посидеть. Окей, no problem. Он мне достанет деньги, он мне даст деньги так, чтобы я себя чувствовала спокойно в компании, чтобы я себя не чувствовала ущемленной. Но, в силу, опять-таки, говорю, своего характера, вот, вроде как, посмотреть, да, все нормально, деньги есть, в доме все есть. Плюс он еще посылает деньги сыну в Грузию. Вот. Полностью мы с сыном на его содержании. Но, мой характер такой, что я привыкла зарабатывать сама. Я почему хочу пойти работать? Я привыкла иметь свой бюджет. Пусть он будет маленький. Я не говорю, что там миллионы, или, допустим, как американские женщины, зарабатывать больше мужа и содержать его. Нет, пускай он будет небольшой. Но пусть это будет мое. Как-то, знаете, видимо, не знаю, в силу того, что я росла, или жизнь такая была, я не знаю, я не привыкла имущество просить деньги, даже если это можно. Я не люблю просить деньги. У меня должны быть свои. Только вот в этом проблема. А так, у меня проблем с деньгами нет. Пожалуйста, если нужно. Ир, ну вот что ты можешь пожелать девочкам, какое дать пожелание тем, кто сейчас вот смотрит наше видео, смотрит твое интервью с тобой, девочкам, которые тоже заинтересованы в поиске партнера. У девочки, я знаю, что у кого-то иногда опускаются руки, опускаются крылья, потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, что, к сожалению, брачных аферистов, мошенников финансовых и так далее, их, к сожалению, больше, чем мужчин, хотя я скажу, что их не больше, они просто есть. На самом деле, это неправильно сейчас говорю. В принципе, и мужчин, которые хотят создать семью, достаточно много. Вот в твоем пожелании, наставлении, напутствие женщинам, которые... Скажу словами великого поэта вначале. Товарищ, верь, взойдет она, звезда принятого счастья. Вот. Девочки, конечно, надежду терять не надо. Даже самый критический момент, когда уже вам кажется, что ничего невозможно, нет, возможно. И это не я единственная. У меня перед глазами прошли несколько примеров, после которых я, даже если где-то в глубине души я чуть-чуть переставала надеяться, но все равно работала над этим, у меня возвращалась надежда обратно. Это первое. Второе. Никогда не опускайте руки. Работайте. Это нелегкая работа. Найти порядочного человека в интернете, это вообще сложно. На лбу ни у кого ничего не написано. Разобраться, что из себя представляет данная личность, конечно, нелегко, но верьте, обязательно найдется тот человек, с которым вы будете счастливы, и с которым вы сможете создать потрясающую семью. Ну вот, девчонки, на таком радостном на вкусе мы сегодня с вами прощаемся. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их ниже в комментариях. Ира обязательно посмотрит и обязательно ответит. Ну, а мы тогда прощаемся. До встречи, пока. Будет желание, приезжайте к нам в Шеридан. Будем рады. До встречи в Техасе. Пока-пока. Пока-пока.